Во вторник, 12 октября, глава Фурунского района Роман Соловьев проинспектировал ход ремонтно-строительных работ по возведению хоккейного хорта у Центра детского творчества в Мичуринском поселке. Чуть больше месяца назад на этом месте была демонтирована старая хоккейная коробка. И совсем скоро на радость юным хоккеистам и их наставникам появятся новые современные спортивные сооружения. Наши хоккеисты показывают хорошие, серьезные результаты. Выступают не только на уровне нашей области и нашего района, но и за пределами. Приятно, что даже воспитанники учатся в специальных хоккейных школах показывают серьезные результаты. Это наши земляки, парни простые, которые физически добились успеха. Поэтому было принято решение о том, что данный вид спорта мы также продолжаем поддерживать. И вот в этом году строительство данного корта будет хорошим подспорьем и поддержкой развития хоккейного движения на территории нашего муниципалитета. Следует сказать, что реконструкция объекта полностью финансирована из местного бюджета. Сумма вложений – около 7 миллионов рублей. Окончание строительных работ запланировано на конец ноября. Сейчас уже закончены работы по подготовке об устройству и асфальтированию площадки, на которую в дальнейшем установят стандартную коробку для любительского хоккея размером 26 на 56 метров. Будут смонтированы борта из синего металлопрофиля и белого оргпластика, трехметровые сетки за воротами, трибуны на 100 мест и бокс для переодевания. Также предусмотрено освещение объекта в темное время суток. Освещение у нас будет порядка 10 опор ЛЭП установлено. Это идет по одной опоре за воротами, чтобы было над воротами освещение. Примерно по два фонаря, по две лампы, то есть где-то на 150 ватт. Здесь, конечно, для хоккея вообще высокие очень требования по освещению. И также идет у нас по четыре столба с каждой стороны. Также на каждом по две лампы. По хоккею мы достаточно давно, уже на протяжении нескольких лет, осуществляем и оказываем материальную помощь. Это и вопросы по тренировке, вопросы по переездам, вопросы по материальной базе, включая современное ледовое покрытие, которое позволяет заниматься в обычном тренажерном зале. Ну и, конечно, развитие самого движения в качестве материальной базы, начиная от форума, заканчивая текущими вопросами. Роман Солоев отметил, что за последние три года на территории Фурмского района появилось большое количество детских и спортивных площадок, тренажерных беседок и других объектов спортивной инфраструктуры. На их строительство из районного и городского бюджетов выделены немалые денежные средства – порядка 50 миллионов рублей. Это тоже серьезные денежные средства, рекордные денежные средства, которые позволяют нашему спортивному движению абсолютно всем направлениям развиваться, двигаться вперед и показывать серьезные, хорошие результаты. Считаем это направление очень важным – развитие спорта, в том числе и хоккейного движения, фурмана в территории спорта. И этот бренд, этот лозунг необходимо поддерживать, в том числе и финансово. Глава района подчеркнул, что в рамках работы над формированием бюджетов на следующие годы особое внимание будет уделено развитию спортивной инфраструктуры, строительству новых и содержанию действующих спортивных объектов на территории муниципалитета. По следующему году мы сейчас готовим сметы, готовим расчеты по ремонту спортивных площадок непосредственно здесь, в этом районе. Первый из объектов, мы его сейчас считаем, это асфальтирование дорожки и приведение в порядок стадиона, который находится рядом с профилакторией. Это по социологическому опросу, по мнению жителей, которые мы проводили, является одним из значимых объектов. И именно таким образом, по инициативе жителей, мы будем проводить ремонт данного объекта в следующем году. Кроме этого, отдельные спортивные объекты, которые будут проходить и строиться в нашем муниципалитете, могут не только по спортивным направлениям проходить, но и как через общественное объединение самоуправления, через ТОСы. В этом году мы сделали 9 площадок, поэтому эта практика тоже имеет место быть и на следующий период. Поэтому приглашаем тоже всех жителей к участию в данной программе для строительства тех или иных спортивных и детских площадок непосредственно рядом с местом, где вы сами живете.